Специальные паспортные листы из смеси хлопка и поликарбоната. Изображение государственной атрибутики высокого качества и степени защиты. Каждая страница в паспорте обладает характеристиками, в которых одна не похожа на другую. Они защищены специальными секретными кодами. Это оборудование, которое мы привезли из Германии, у него мощность 10 тысяч паспортов в день. Первые паспорта мы приготовим 200 тысяч паспортов в декабре. У нас паспорт, который изготавливался в другом государстве, заканчивается в феврале. Мы идем на опережение на два месяца. Новое оборудование для печати паспортов было приобретено в Германии за 5 миллионов евро по договору Лизинга с одним из государственных банков. Сейчас в заводы изготовителя приезжают инженеры и обучают работе с ним местных специалистов. Работает очень хорошо. Здесь последний этап. Производится нумерация и лазерная гравировка. Это оборудование 2023 года, новейшее. Немецкие специалисты говорят, что оно успешно работает у них в стране. Накануне производства документов государственного значения, в том числе и паспортов, на типографию Учкун посетил глава государства. По словам президента, на протяжении двух лет государство работало над тем, чтобы побороть слаженную паспортную мафию, укоренившуюся на протяжении многих лет и нанесшую ущерб в стране на миллиарды сомов. Масштабы коррупции по подделке общегражданских паспортов достигли таких размеров, что ставили под сомнение национальную безопасность. До недавнего времени паспорта наших граждан печаталось за границей. И этот вопрос, процесс иногда вызывал определенные сложности. Для закупки бланков, печати документов проводились тендеры, которые занимали много времени и были склонны к различным коррупционным проявлениям в процессе. С момента обретения странной независимости главный гражданский документ не производился собственными силами. За это время было проведено множество тендеров, но заказы его производства за рубежом. Вместе с тем были случаи, когда при совершении какого-нибудь преступления обнаруживались поддельные паспорта Кыргызстана. В 2022 году правоохранительными органами Кыргызской республики по статье 347 Уголовного кодекса Кыргызской республики, это незаконная выдача паспорта, возбуждено 21 уголовное дело. Из них 9 уголовных дел прекращены производством, 2 дела направлены в суд, 3 дела прекращены производством и 7 уголовных дел в данное время приостановлены. Также за 9 месяцев 2023 года по данному факту возбуждено одно уголовное дело, которое в настоящее время приостановлено. Существующая ежегодная потребность в 800 паспортов в стране теперь может быть удовлетворена в течение нескольких месяцев работы типографии. Кроме этого, здесь печатаются сертификаты, дипломы и другие государственные документы. По причине отсутствия подобного оборудования в странах Центральной Азии уже поступают заказы. Отныне Кыргызстан способен обеспечивать паспортами не только собственных граждан, но и граждан соседних стран. Блод Исаев, Институт Рабыкеев, АЛАТО-24